С 2017 года налог на недвижимое имущество начисляется исходя из кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость недвижимости, комнаты, квартиры, земельного участка, нужна для расчета двух налогов. Это налог на доходы, если вы продаете недвижимость, и налог на имущество физических лиц, если вы являетесь владельцем недвижимости. Для приватизации недвижимости и дальнейших манипуляций существует установленный список обязательной документации, в который входят технические и кадастровый паспорта. Паспорта на объект. Важная информационно-техническая документация, необходимая в любой операции. Продажа, обмен, перепланировка и прочее. Получение кадастрового паспорта невозможно без оформления технического. Технический паспорт. Это документ, описывающий состояние жилья, включает в себя план селе указанием площади каждого помещения и расположения окон дверей, коммуникаций. В нем присутствует информация о материале наружных стен, перегородок, перекрытиях, о напольных покрытиях, виде отопления и т. Д. Здесь можно ознакомиться с годом постройки, этажностью, физическим износом. На основе технического документа выдается кадастровый паспорт. Он представляет собой выписку из государственного кадастро недвижимости, определяет все основные характеристики объекта, без него невозможно осуществить ни одну сделку. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. В кадастровом паспорте содержится юридически ценная информация и сведения о недвижимости. Также при регистрации объекта присваивается кадастровый номер. Благодаря ему можно отследить все сделки с квартирой. При его оформлении происходит кадастровая оценка, в процессе которой определяется кадастровая стоимость недвижимости. Кадастровая стоимость. Нормативная стоимость объекта недвижимости, определяемая государственной кадастровой палатой. Она показывает ценность объекта недвижимости, определяется методами массовой оценки, либо индивидуально для конкретного объекта. До 2016 года кадастровая оценка производилась независимыми частными экспертами, их деятельность контролировалась с РО без законодательной регулировки. В связи с необходимостью в проведении массовой кадастровой оценки, президентом РФ был подписан закон, в силу которого возможность проведения оценки поручили только государственным бюджетным учреждениям ГБУ. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Кадастровая стоимость не учитывает состояние жилья, качество ремонта, в связи с этим она считается усредненной. Поэтому рыночная стоимость сильно отличается от кадастровой цены. Для проведения грамотной оценки Министерством экономики разработана специальная методика, а также документация и нормы, которых необходимо придерживаться при проведении проверки. ГБУ определяет примерную цену недвижимости, по которой происходит налогообложение объекта. До передачи права проведения проверки государственным учреждениям неоднократно были зафиксированы случаи занижения кадастровой стоимости недвижимости для уменьшения налогооблагаемой суммы. После передачи контроля ГБУ данные правонарушения стали невозможны. Чтобы узнать реальную стоимость объекта, следует обратиться в кадастровую палату или филиал МФЦ и потребовать справку или выписку из Йогрн, данные сведения выдаются бесплатно. Выписка может содержать в себе информацию, которая не была внесена в паспорт, ее содержание зависит от требований заявителя. После принятия документов вам выдадут расписку на предоставление запрошенных данных, где будет указана дата готовности. Для получения выписки с вас потребуется предоставить пакет документов. Заявление о получении справки, паспорт гражданина РФ, кадастровый паспорт, план здания, пояснение к проекту. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Если у вас на руках присутствует кадастровый паспорт, срок которого не превышает 5 лет, стоимость берется из его данных. По истечении данного срока, стоимость, прописанная в паспорте, становится неактуальной. С развитием всемирной сети стало возможным получить интересующую вас информацию через интернет. Для этого нужно посетить сайт Росреестра. В разделе «Справочная информация по объектам недвижимости» в режиме онлайн необходимо будет заполнить форму с адресом объекта. По предоставленным данным вы получите кадастровый номер, который необходимо будет ввести в бланк в разделе «Публичная кадастровая карта». После проведения данной процедуры вам предоставят интересующую вас стоимость. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok